здравствуйте мои друзья сегодня хочу вам показать свой теневой участочек вот этот вот кусочек газона и вот эта вот зона находится у меня в тени вот эта вот часть полукруга и та часть полукруга находится у меня в тенечке и тут вот такие вот у меня растения посажены очень довольно интересный получился уголок на заднем плане будет у нас дорожка то есть плитку уже заказали надеюсь на следующей неделе будем выкладывать вот так очень оригинально красиво мне нравится как у меня получился не та часть сада не до конца доделана но однако уже есть что показать давайте вам покажу какие тут у меня растения посажены конечно же это хост и видите я им даю цвести посмотрите как они красиво цветут а вот эта красотка хост антиох имеет вот такие вот потрясающие цветы колокольчики очень большие под метр с лишним мне нравится как она цветет я даю ей цвести есть хост и который не очень красиво цветут а это мне очень нравится как цветет вот это вот хоста медиа варегата тоже посмотрите такие же лиловые но поменьше но все равно мне тоже нравится а это хоста вот такими белыми цветет хоста сама по себе красотка вот такой вот крупный крупный у нее лист смотрите такой голубой такой вот в прошлом году была посажена летом так что хоста пока только нарастает это конечно же у меня а стиль бочки вот тут вот два одинаковых сорта вот это потрясающая хоста желтая сейчас она лимонный цвет имеет но вообще на самом деле ранней весной на желтая прям такая желтая желтая хоста называется дэнсинг queen на заднем плане тоже сиреневая стиль бы это недуница всем известная пятнистая ну и гехеры разных сортов вот это вот называется электрошок вот у нее по листу такие идут прожилки как как будто ее пробило электрическим током это мармеладка вот это честно сказать не знаю как называется цветет не очень так как-то невзрачно это хосточка вот белым цветет этой хвосте дала тоже процвести хвоста называется сейчас скажу как пизаз такой не голубой лист антиох такими крупными цветами вот там на заднем плане это хосточка джун какой красивый у нее лист это хвоста christmas 3 смотрите как он шуршит очень мне нравится красивые листики так вот она уже наросла два или три года ей это хоста тоже была посажена прошлым летом хоста называется гуднес грациоли называется хоста так пошлите дальше тут конечно королева тенистых мест децентра который цветет красными сердечками в начале весны середине весны это у меня яснотка свела белыми цветочками такое почвопокровное растение закрывает мне тут под кустарником это вот большой кустарник это у меня форзиция цветет желтыми колокольчиками самый первый наверное зацветает у меня в саду достаточно интересно когда еще все растения только набирают зеленую массу просыпается она уже цветет желтым цветом и вот такая очень яркая красивая клумба получилась бадан но его отсюда уберу буду сюда сажать хосту тут вот немножечко сделаю перепланировочку такую а стиль бачка люблю вастиль бы тоже такие они нежные красотки вот это вот мне очень нравится гехера потому что она цветет вот такими вот потрясающими нежными колокольчиками вот сама по себе вроде бы лист обычный но вот за цветение я ее люблю вот этот сорт тут у меня еще один сорт это это децентра но цветет она белыми такими сердечками он два разных сорта а это у меня фиалка белая тоже ранней весной цветет но тут еще не до конца все доделано вот вот треугольничек надо будет посадить сюда хосты они у меня сейчас в другом месте давайте покажу эту зону сада тут у меня конечно же красавица стиль бы посажены были этой весной это красавица лобазник цветет розовыми телка чуть позже это волжанка вот недавно ее посадила тут у меня розочки весной были посажены а тут вот между двумя розочками тут самшит и вот там вот самшит посажен буду делать таких два шарика а это плетистая роза роз принцесс это роза помпанела тут в принципе утром попадает солнышко оставшуюся часть дня она в тенечке и вечером с другой стороны газона попадает солнце вот это вот потрясающее растение геления трехлистная посмотрите прям бабочки бабочки порхают было вот посажена ну буквально неделю назад куплено то же у меня этой весной вот такой куст еще небольшой на самом деле она имеет такой вот приличный кустик с этой стороны у меня тоже цветет такая вот замечательная стиль бы очень высокая мне очень нравится а там вот поздний сорт только начинает зацветать это ландыш всем известный дикий или купена вот купена имеет вот такие колокольчики ранней весной а сейчас просто это вот такие вот красивые зеленые листья такие вот размашистые в разные стороны лилии восточные набирают свой цвет это вообще у меня потрясающей красоты лилия махровая такая прям как будто кувшинки обязательно покажу вам в прошлом году я вам показывала в этом тоже обязательно покажу так тут у меня розы розы лилейники и там внутри у меня хосты который конечно нужно пересаживать на свои места как раз в ту теневую клумбу про которую я вам сейчас только что рассказывала ну все дорогие мои друзья на этом буду с вами прощаться вот это то что я успела сделать этот участок я разрабатывала эти вот клумбы вот этот вот полукруг и там вот то что вы видите на заднем плане теневую клумбу прошлым летом когда-нибудь в конце лета наверное я сделаю отдельный ролик как было и как стало за год как можно сделать цветник за год как раз у меня разрастутся эти растения которые были посажены весной прошлой осенью доработаю клумбы до конца сделаем дорожки на заднем плане и как раз недельки через две через месяц я вам обязательно покажу ролик как было и как стало цветник с нуля за год до ровно год назад я начала его планировать до этого была тут пустая земля так что всего доброго дорогие мои друзья не отчаивайтесь если у вас тенистые места сада видите у меня под деревьями тут черешня там вишня на заднем плане у меня вообще там яблони так что все равно вот нашла выход из положения существует очень много растений которые можно сажать в тени также можете посмотреть мой ролик фавориты тенистого сада и спроектировать свой теневой участочек всего доброго дорогие мои друзья пока пока